Доброе время суток, уважаемые родители. И снова рад, что вы меня видите. Не знаю, процесс ли это взаимный или нет. Но, тем не менее, мы с вами будем говорить сегодня об еще одной вирусной инфекции, которая достаточно гораздо более тяжелая, чем те вирусные инфекции, о которых мы говорили ранее. Речь пойдет об инфекции, которая встречается реже, чем ветрянка и краснуха, но протекает гораздо тяжелее, с гораздо большими последствиями. Речь идет о инфекции, которая называется полимиелит. И вот здесь я вам буду говорить совершенно другие вещи. Значит, вирус полимиелита, вирус достаточно распространенный. Заразиться полимиелитом можно через дыхательные пути раз, и через, ну, скажем, желудочно-кишечный тракт, через рот. То есть, с водой чаще всего. Причем вирус полимиелита, он далеко не всегда гибнет при кипячении воды. Поэтому, если вы, скажем, берете воду, или вода поступает к вам, ну, скажем, из какой-то реки, и вы ее кипятите, то гарантии, что вирус полимиелита погибнет от этого, совсем нет. Есть цисты, которые хранятся, этот вирус, и он не попадает, вернее, не гибнет при кипячении, при стерилизации. Это очень достаточно печально, но тем не менее. Поэтому вирус полимиелита вызывает заболевание полимиелит, и заболевание практически всегда, когда оно появляется, оно приобретает характер массовый. То есть, болеет сразу группа детей, потому что, во-первых, он очень заразный, во-вторых, понятно, что если он попал в воду, то это не один человек, который попил эту воду. И вот здесь ситуация, скажем так, печальная. Почему? Потому что вирус полимиелита – это вирус, проникающий через, ну, так называемый, гемоэнцефалический барьер, то есть барьер, который находится в коре головного мозга. И вот этот барьер обычно защищает головной мозг от проникновения каких-то вирусов, бактерий, которые гуляют в крови и в центральную нервную систему, в кору головного мозга. Они поэтому не попадают. Вирус полимиелита, проникая через этот барьер, он не защищает и поражает определенные участки головного мозга. Те участки, которые отвечают за двигательную функцию мышц. И поэтому полиомелит, следствие полиомелита или его клиническая картина – это параличи. Причем параличи могут быть как верхние, то есть руки только поражаются, как нижние поражаются только ноги, или как поражаются правая и левая сторона, либо правая, либо левая. И тогда получается правая рука и правая нога парализованы, или левая рука и левая нога парализованы. И вот здесь лечение практически крайне сложное. То есть полностью восстановить человека после полимиелита практически невозможно. Можно чуть-чуть где-то что-то подправить, но он будет все равно либо прикован к инвалидному креслу, либо очень тяжело хромать и как-то себя вести в этом плане тяжело. Полиомелит протекает очень тяжело, учитывая, что основное поражение – это поражение коры головного мозга. Соответственно, это полностью неврологическая реакция с высокой температурой, с судорогами, с рвотой, с сильными головными болями. Ну и на фоне этого, как я уже сказал, поражение мышечного скелета. И вот здесь, ну как бы, да, есть выход из этой ситуации и выход – это прививки. То, что я сейчас буду говорить, это не реклама, это не банальные вещи. Но вот я убедительно прошу вас прислушаться. Вся проблема заражения полимиелита заключается в том, что вы не в состоянии определить, что вашего ребенка вот можно защитить. Да, вы можете столкнуться с людьми больными полимиелитом, но когда вы с ними сталкиваетесь, они уже не заразны. А вот когда они заразны, вы, не только вы, даже вот самые талантливые педиатры, не различат, что это полимиелит. Это классическая картина, ну, допустим, тяжелого гриппа. Парализация будет потом, позже. Вот тогда становится понятным, что это полимиелит. Да, можно сделать анализы, можно посеять вирус и высеять его. Но, во-первых, это анализ очень дорогостоящий и тяжелый, поэтому на каждый грипп, казалось бы, этого никто делать не будет. А вот чем болеет человек гриппами или полимиелитом, вот это вот на ранних стадиях болезни выявить невозможно. Это первый момент. Момент второй, как я уже сказал, полимиелит можно, вирус полимиелита можно съесть. И вот попадет ли этот вирус в организм вашего ребенка или не попадет, вы точно знать не можете. И вот здесь возникает ситуация, о которой каждый будет решать сам. Дело в том, что против полимиелита есть прививка, вакцина. Прививка полимиелита делается не один раз, делается трехкратно, с определенным интервалом. Да, в организм вводится ослабленная культура вируса полимиелита. Это достаточно для того, чтобы ребенок не заболел полимиелитом, или перенес это заболевание в очень легкое, практически без заметной формы. Значит, да, еще раз повторяю, прививка любая, в том числе, несмотря на то, что полимиелита считается одной из самых легких прививок по своей реакции на организм, она может спровоцировать то или иное обострение патологического состояния ребенка, у которого оно есть даже в скрытой форме. Но, если такой ребенок столкнется с вирусом полимиелита, во-первых, он заболеет в 100%, во-вторых, вероятность его выживания крайне мала. Поэтому речь идет о выборе между жизнью ребенка или очень тяжелым последствиями полимиелита и его, ну, скажем, откатами или обострением его основного заболевания. То есть решать вам, выбирать вам. К сожалению, дети не могут для себя решить, что им лучше. За них решают родители. То есть вся ответственность на это ложится на вас. Еще раз повторяю, что, к сожалению, вот эта вот наша советская манера оставлять все на волю случая, она довольно часто кончается печально очень. И вот когда наступают тяжелые последствия, поправить уже невозможно. Поэтому еще раз говорю. Вот, кстати, те, кто следят за эпидемической ситуацией в мире, в интернете там или в других каких-то социальных сетях информационных, вот, вы можете читать, что постоянно возникает информация о появлении вспышки полимиелита то в одном регионе, то в другом регионе, то в третьем регионе. И вот поправить эту ситуацию практически невозможно. Для того, чтобы сформировался иммунитет после прививки, ребенку нужно минимум 6 месяцев. То есть если вы даже начали вдруг, услышали, что в вашем регионе появились случаи заболевания полимиелита, и начали вдруг спешно прививать ребенка, вы не успеете его защитить. Поэтому вот об этом надо думать. И, как говорится, решать вам. Потому что в отличие от предыдущих наших разговоров по поводу ветерянки, по поводу краснухи, я говорю, совершенно в другом ключе. И это определяется характером заболевания. Чтобы вы увидели, скажем, что такое полимиелит, его последствия, найдите фотографии одного из президентов Соединенных Штатов Америки, Франклина Рузвельта, и посмотрите, как он передвигался и себя чувствовал. Вот он перенес в детстве полимиелит. Вот он выжил, у него великолепно работала голова, но на протяжении всей своей жизни он передвигался в инвалидном кресле. Он не мог ходить. Даже президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому можете себе представить, что он действительно, это заболевание, последствия его не лечат сам. Так что, вот, еще раз обращаю ваше внимание, будьте очень внимательны к своим детям и принимайте решения, все очень хорошо взвесив. Вот, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что в каждом случае мы все должны решать индивидуально. И какой критерий у нас должен быть вот в плане выбора и принятия решений, это интересы здоровья ребенка. Не ваши взгляды, не ваши мысли, не ваше мнение, это все никого не волнует. Волнует только стояние ребенка, его интересы, его здоровье, его будущее. Поэтому, вот, как бы так, все это дело взвесив, вы принимаете решение о том, как защитить вашего ребенка. И сегодня мы с вами прощаемся. На следующих наших встречах мы продолжим разговор об инфекции. Инфекции будут, естественно, другие. Вот, надеюсь, что мои знания, вот, те знания, которые вы сегодня получили, услышали, помогут вам разобраться с проблемами ваших детей. Еще больше надеюсь, что у вас таких проблем просто не будет. И сейчас всего доброго, до свидания и до новых встреч.